Вес одного такого ящика с урожаем 20-22 килограмма. За рабочую смену один человек собирает порядка 25 таких полных контейнеров. Труд тяжелый, делится Татьяна Бурбате, но процесс нравится, занимательный. В этом деле женщина недавно, но обучилась быстро. Приехала в Севастополь из Питера на время. Сезонным рабочим стало случайно, сыграл профессиональный интерес. Я врач и интересуюсь таким разделом медицины, терапией, как энотерапия. Энотерапия – это как раз лечение вином. И вот в это время идет сбор урожая здесь, в Крыму. Я приехала отдохнуть, к солнцу. И мне стало интересно, думаю, узнать также и не только теоретическую часть энотерапии, но и на практике поближе к винограду. Это предприятие в Волоклаве в основном специализируется на винных сортах. За два месяца собрали полторы тысячи тонн сырья. Но говорят, сезон этот тяжелый, засушливый. Винограду в таких условиях нелегко сохранить свою урожайность. Гроздей завязалось много, но их масса в три раза меньше. В прошлом году это предприятие собрало 5300 тонн. В 2020-м говорят о падении на 40%. Мы посадили достаточно много, больше 200 гектаров молодых виноградников. Приходится их поливать в таких стрессовых условиях. Поливаем тоже много, часто. Сложный сезон, нетипичный. Но качество винограда, конечно, гораздо лучше, чем обычный стандартный год. Потому что мало влаги, виноград в страданиях выдает эти грозди, которые действительно уникального качества. И год будет милизимным. Но что-то прогнозировать на самом деле еще рано, говорят в департаменте сельского хозяйства. Урожайность от участка к участку, от предприятия к предприятию неоднозначная. На южных склонах спад, но в долинах и на северных склонах все в порядке. Да и господдержка оказывается агрофирмом. Для увеличения объема собранного винограда государством оказывается господдержка. В рамках программы о развитии сельского хозяйства одно из мероприятий, на которое выделяются денежные средства, это возмещение затрат на закладку, уход, установку шпалеры на виноградниках. В этом году предусмотрено 263 миллиона на данное направление. В департаменте сельского хозяйства называют цифру 2020 года 20,5 тысяч тонн урожая. Но что будет по итогу, узнаем в конце сезона. Наталья Двойцина, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.